По-прежнему нет такой целостной законодательной базы. Изначально, месяц назад говорилось, надо провести ревизию законодательства, определиться с точки зрения, что должно быть кому поручено, в каких формах, кто должен осуществлять какие полномочия. Вот эти моменты, они определяют дальнейший успех вообще всех мероприятий. Пока вот этого нет, к сожалению, нет. Поэтому, прежде всего, прокуратуре я хотел бы пожелать, чтобы эта работа достаточно оперативно шла. Потому что написать одно письмо и ждать, когда кто-то где-то как-то что-то издаст, наверное, этого недостаточно в рамках сложившейся ситуации. Это один момент. Второй момент, по-прежнему, знаете, все-таки наличие ООО социальной гарантии определенных функций от имени региональных функций, это, наверное, проблема из проблем. Поэтому, наверное, надо все вернуть фонду, и даже не вернуть, а правильно, откровенно, туда помести, все полномочия по учету, оценке, выставлению квитанции, все это должен делать фонд. Не какая-то коммерческая структура, а именно фонд. Поэтому я бы хотел пожелать, чтобы договор социальной гарантией как можно быстрее перестал существовать. Потому что он ненормальный, поверьте мне, откровенно. Опять-таки, мой окружной опыт говорит о том, что подобного рода передачи коммерческой структуры определенных региональных функций нету нигде. Есть частичные, есть эпизодические, но такие системные, масштабные, они, наверное, были только в Астраханской области. Третья проблема. Я вот для себя, например, пока не очень услышал, насколько все-таки правительством будет проведена работа по переоценке произведенного капитального ремонта подрядчиками. Вот эта как раз проблема, она взаимосвязана с активностью правоохранительных органов, с пониманием реальности тех мер, которые, собственно, предпринимаются для того, чтобы граждане проживали в надлежащем жилье. Это как раз тот вопрос, который отдавал Сергей Николаевич. Надо составить, условно говоря, список домов, которые монтированы, оценить их, перепроверить, определиться, были ли там хищения. Если были, то о чем говорит представитель ОВД. Инициативный подход на управление материалов и решение вопросов. Вот понимаете, откровенно говоря. Вот это, наверное, эта тема, она сейчас пока, к сожалению, для меня, по моему восприятию, латента. Потому что мы этой работой месяц назад занимались только частично. Потому что охватить полностью мы ее не могли за столь краткий промежуток времени.